Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить God of War, и в прошлой части мы оказались возле входа к какому-то архитектору, и мне кажется, он сумасшедший, ну ладно, пошли, кнопку нажмём, наверное, откроются ворота, и надо быстренько пробежать на ту сторону, офигенно, да? И, кстати, чувствую, мне не раз придётся прыгать так, я, конечно, в этом деле умею, а, ну, конечно, умею, хе-хе-хе, очень умею, очень умею, в том плане, что дверь-то открывается только наполовину, там, не до конца, всё равно я зайти в неё не смогу, Так что смысла, я думаю, спешить-то и нету Тык-тык-тык-тык-тык-тык Но, предположим, я бы не успел Какие-то гробы сломаются Ну, поехали, загадки со статуями Наверное, её надо где-то поставить И одна кнопка уже будет нажата А где её поставить, пока неизвестно Ну, может быть, просто пол провалится от этого Сейчас осмотрюсь тут Сюда явно можно пройти Или нельзя Ну, хотя, если быстро закатиться, то можно, только назад потом А если с ноги толкнуть Нет, ну ладно Тогда в дверь Ой, инвалид, открывай Ну и чё ты смотришь? Ну, что-то блокировать у меня, конечно, получается Ну, с одним-то просто Если бы это толпа была, то Хотя даже с ними, с толпой справлялись О, боже мой, как же всё сложно Угу Ну, с двух сторон, молодцы Держите Тоже хочешь? Ну, надо Ну, надо Много тут этих пёсиков Ну, наконец-то А, нет, ещё не всё Так, две лестницы Ну, где-то тут он должен упасть А чё, на другой-то лестнице Так, ещё два пёра Ману восстановим Хорошо работает Здоровья пока достаточно Я думаю, там по... Угу Думал, там по верёвке спустимся А-а-а-а-а А-а-а-а Тут аж три лестницы А если мы сделаем вот так? Ну, неплохо. Не знаю, получится ли назад. Конечно, нет. Оу, ну в целом. Ну вот, с одной кнопкой справились. Осталось только пропрыгать. Ничего сложного, конечно. Кто-то появляется. Вибрации. Кстати, еще одна кнопка есть и тут. А тут три двери, ну понятно. Да я понял, понял. Как же они быстро умерли. А, ну я знаю. Сейчас только разделы с этими билами. Мне кажется, можно коробку положить на кнопку. Был бы очень даже логично. Больше вариантов нет. А то, если она не будет дотягивать эта кнопка до... До кнопки, то все. Идей нету. Опять трезубец. Знак Посейдона. Но придумывал же Гондон. Вроде должно работать. А не кажется ли им, что камеру тут вертеть было бы самое оно? Потому что, ну хоза, не очень удобно. Вот дерьмо. Наверное, проще загружать. Но я надеюсь, она отсюда и будет. Сраба. Хотя нет, конечно же не будет. Я допрыгнуть-то допрыгну только. А, ну может быть и будет. Если я буду тут падать. Сейчас узнаем все. Ну? Где я начинаю? Ха-ха. Ну конечно. Конечно. Иначе было бы слишком просто. Типа пробуй сколько хочешь. А тут еще назад допрыгай. Будешь задумываться. Хочешь ли ты падать. Потому что придется делать путь назад. Хотя, может быть надо. Хотя, может быть надо стать на сейф. И тогда что-то произойдет. И я буду появляться там. Типа как чекпоинт. Своеобразный. Не знаю. Посмотрим сейчас. Ну, может не посмотрим сейчас. Сейчас мне начнет игра предлагать переключиться на легкий уровень сложности. Конечно. В этом есть смысл. Так. Ну-ка засейвите меня здесь как-нибудь. Как хотите. Я вот сломал гробик. Значит я тут был последний раз. Все запомнили. Время уже тикает. Время уже тикает. Ой, тетка. Ой, тетка. Ключик. Знаете, я пришел без ключика. Значит он где-то тут должен быть. Не так уж и далеко череп тут лежал. Уже так со злостью. Бам. Ну где он? Я не знаю, может быть это игра такая... Тугомутная. Или просто... Прошлые части с PSP были покороче. Ну просто хз. Утомился. И еще одна пера осталась. . Всюм. Любят они эти спуски. Спуски круговые и подъемы, конечно же. Было бы наивно подумать, что ловушки закончились у входа. Может быть, это, конечно, ящик, но он больше похож на круг. Ох, выглядит не так уж и сложно, да? Ха-ха-ха-ха. Понимаю. Надо лучников вынести сначала, будет полегче. Че-то я не заметил, что меня огонь жарит. Что ж, это весело. А, дерьмо. Теперь валим оттуда, а то сгорим. Валим. Да, хлам какой. Ладно, лучший вариант. А, нет, не лучший. Опять же огонь. Я забываю про огонь, но он убивает с одного удара, то есть... Не удалено. Да, теперь меня они задавить решили. Здорово. Хорошо, что враги не такие уж и сильные. Ну-ка. Пусть порадуются. Ну-ка. ну как сказать скучно ненавижу когда что-то движется ты на этом еще дерешься но надеюсь они не бесконечно тут будут появляться сейчас главное не сгореть случайно идите вы со своими имиджами вот он ящичек не прошло и все игры кретос your quest is at an end you are the first mortal to ever reach pandora's box there is still time to save athens you must bring the box back to my city and use it to kill aries return to athens kratos return and save my city что-то у меня смутное предположение что вряд ли я стал сильнее и монстры меня будут также пинать о 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 Ты должен привезти пандорасу обратно в Аттенцию, Кratos. Ты не можешь победить Арию без нее. After a thousand years, Pandora's box was at last freed of its confines. Кratos had found the means to destroy the god of war. Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box. But you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. As the life began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. Even in death, the memories, the visions would not fade. For how could he forget spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife... My child... How... They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin. Never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. In the end, in death, he had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos's life faded. And his cursed soul was cast into the fires of Hades. And Kratos fell into the underworld, the river Styx beckoning below. The currents strong enough to carry even the strongest mortal to his eternal resting place. But Kratos had no intention of resting yet. He intended to live. To return to Earth and complete his quest. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river! There is a task left for me above. I will see it completed. You again? No, come on! Like the evil � acid at being powiedzieć. Thin chicken.. öh-e-dee-dee. And it failed. Right! Now in world survived. Normal, right? What the hell? This fool Мне нужно поменять коробки, кто же знает. Ну чё, в путь? Сейф подождёт. Что-то тут интересненькое. Может, последнее перо? Ачивку получу. Да. И... Видимо, мне не сюда. Давно я так много не прыгал. Ну вот. Допрыгался. Придётся по новой перо взять. Чесночивку опять дадут? Или заберут и дадут? Блин, ну далеко всё это. Надо осторожнее прыгать. Спасибо. Хотя, наверное, если я получил ачивку, я мог бы и не брать перо, но у меня уж всё равно была бы. То есть как разочек взял, уже хватает. Это похоже выглядит как новые враги, но на самом деле мудаки с копьями. Давайте. Сдохните. Следующий уровень. Не очень приятное место. Вот и думай, мне туда направо прыгать или по этой херне тоже можно. Надеюсь, я рядом с ней окажусь. Ой, говно какое. Замечательно. Вот говно тут ещё и меняет траекторию движения этой трубы. Кратоса не убить, он даже в мире мёртвых выберется. О, вот это будет жесть. Ладно, надо две проходить. А можно прыжками же, я думаю. То есть тут же нету никакого ограничения. Сейчас проверю. С прыжками тут большая жупа. Ну. Более-менее. Конечно, сложно, но там можно перепрыгнуть очень хорошо. А ну-ка, вдох. Это, наверное, чекпоинт. Ох ты, как медленно. А, понятно. Блин, ну тяжело. Не знаю даже, куда я иду. Но вот это ужас. Давайте подерёмся с летающими тварями. Раз уж я пришёл не туда, куда нужно. Помнится, на PSP-версии я любил летающих тварей, потому что они слабые. И с них можно было получить много опыта. Но тут с опытом вряд ли, наверное. Так вообще неплохо. Ну, она, по-моему, ещё не умерла. Ну, сейчас будет супер. Супер в том плане, что я даже не вижу этих херни. Нет, это не реал. Да, конечно. Конечно, чё они хотят от меня? Ещё тупые. Надо просто знать дорогу, куда идти. И всё, идти. Никакие коробки. Ничего тут не должно... Ну, что ты за говнарь, а? Попытка... Ну что, он не цепляется ещё и... Ну, дебил, ну, говно, ну, сука. Ненавижу. Вечно он меня выводит из себя. Даже в аду неспокойно. Вот, вот, вот тут я допрыгну, нет? Вот, допрыгнул. Зачем? Чтобы подойти к сложному месту. Говно, ну, что это такое? Ну, как тут вообще проехать? Это пиздец какой-то. Идти на себя. Идти на себя, конечно. Хуеть. Весело. Просто. Охрененно. К чёрту тебе, коробки? Ну, какая разница, я всё нападаю. Нет, конечно. Зачем мне лёгкий уровень сложности? Чтобы падать... Я на норму. Я могу на харде даже тут проходить. Потому что тут всего лишь нужно прыгать. Ну, срань. Ну, блин, она, смотрите, как быстро крутится. Она, конечно, возможно, и тормозится, но ёп твою мать. Камеру почему нельзя вертеть? Почему камеру нельзя вертеть? Слэшер, где нельзя вертеть камеру, где ты не можешь посмотреть как-то, чтобы красивее видеть, как ты убиваешь врагов? Очень, очень логично. Стоп, стоп. Пусть она там... Раскрутится, затормозится, и тогда мы двинемся. Может, это какой-то обман? Угу. Простец. А я ещё такой, когда собирался God of War проходить, такой, на ютуб зашёл, посмотреть, типа. Ну, сколько прохождений God of War? О, Чейнсов Олимпус есть. О, Гостов Спарта. Первый проходит, второй четыре. Немного видел полных прохождений первого God of War. Теперь понимаю, почему. Вот почему. Ой-ой-ой-ой-ой. Насилие. Оно только закончило крутиться. Замечательно. Я уже тут буду ходить. А, ну, конечно, вряд ли у меня так получилось бы ходить. Ещё раз спросят у меня про лёгкий уровень сложности, я выключу игру. И больше никогда её не включу. Хорошо получилось. Ну, самое время затормозиться. Ай, подставили, ублюдки, подставили. А если бы я ещё бы красные те ящики пытался бы достать? Не, ну, конечно, их достать несложно, просто там летающих тварей много. Надо быть реалистом. Игру делали на PlayStation 2. Не для казуальных геймеров, поэтому всё немножко сложно. Но проходимо, конечно же. Вот. Осталось Совсем Чуть-чуть. Я чё, прошёл? Классно. Какой-то подумает, что не казуальный геймер. Всё получается. Классно. Ну, надеюсь, чекпоинт я тут заработал, потому что... Да. Да, как тут вообще возможно? Ну, никак. И, наверное, чекпоинта не будет, поэтому придётся... Ну, есть он, конечно, ты сейчас опять убиваешь, а потом... Опять упаду, опять убиваешь... Несчастье-то какое. Ну, ладно, давайте опять... Начнём нанести чушь про... Игра на PlayStation 2. Не для казуальных геймеров. Она будет вечно крутиться так быстро, или в чём дело? Ну, скорее всего. В этом её и прикол, наверное. У меня уже начинает голова кружиться от того, как я смотрю, что она вечно... Очень быстро крутится. Ай, пошло ты! Пошло ты! Пошло ты! У-у-у-у! Вот так вот. Казуальное геймерство. Ладно, давайте сохранимся, продолжим в следующей части. Я тут просто офигеваю на каждом шагу. И продолжим в следующей части. Всё, всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok